Морковь? Кушу. Морковь. Вот все. Двухлетняя Дарина, по словам ее матери, уже проявляет свой характер. Но пока только дома. С другими детьми она держится дружелюбно. А вот они с ней не всегда. У малышки очень редкая врожденная аномалия. Микротия третьей степени. У Дарины отсутствует правый слуховой проход и не до конца сформировалась ушная раковина. Проще говоря, девочка слышит одним ухом. Ее мать Ольга рассказала, что ни она сама, ни врачи не замечали никаких проблем во время беременности. В первые дни я вообще не знала, слышит она меня ни лет, потому что ушко у нас проверили только на четвертый день. А до этого я не знала, слышит ли вообще второе ушко или нет. Ну и до трех месяцев она вообще не подавала звуки, знаки, что она слышит ни на погремушки, ни на что она не реагировала. Поэтому я боялась, что она вообще не слышит. Но, слава богу, она с одного ушка слышит. Из-за этой патологии Дарина плохо ориентируется в пространстве. А во время простуды слух может и вовсе пропасть на время. Но кроме того, девочка плохо различает речь и в два года еще не может произносить целые фразы. Сейчас правым ухом Дарина может услышать совсем громкие звуки. Но еще пара лет и кости черепа затвердеют. Ее жизнь может исправить операция, в ходе которой малышке сделают искусственный слуховой проход. У нее вместо слухового прохода проходит кость. То есть ее дробят кость. Проводят искусственный слуховой проход. Делают искусственную барабанную перепонку. И выстилают своей кожей, берется с кожи с тела и выстилается полностью проход внутри. В России такую операцию делают только в Москве. И практика врачей насчитывает всего несколько лет. Но дело не только в этом. Ольга читала истории пациентов, которые выбрали отечественную операцию. И ее испугало, что среди них почти нет положительных отзывов. Дарине могут помочь в Калифорнийском институте УХА. Но нужная сумма для семьи неподъемна. 99 тысяч долларов. На наши деньги это чуть больше 7 миллионов рублей. Семья уже обращалась в благотворительные фонды, но получала только отказы. Каждый фонд имеет свое направление. И их каких-то, например, по слуху они не могут брать. Такие кто-то не берет в сборы на операции за рубежом. Такую операцию желательно проводить как можно раньше, чтобы Дарина смогла развиваться, как другие дети. Чтобы помочь девочке восстановить слух, вы можете прислать любую сумму на Сбербанк, Тиньков или по номеру телефона, который видите на экране. 8-987-109-56-39. Нам необходим именно стереозвук, чтобы мы услышали с двумя ушами. Как бы нам не зря природа дала два уха, потому что одно ухо, но оно не справляется с нагрузкой. И, к сожалению, как бы вот эти проблемы в ориентации, они очень пагубно влияют на развитие. Ну и речь очень страдает, потому что она не дослышивает звуки. То есть это все связано.